Всем привет! Продолжаем разбирать летние видеозаписи, и сегодня у нас один из жуков-усачей, именно усач-долгоносиковый глащатый. Итак, усач-долгоносиковый глащатый, вид жуков-усачей из подсемейства ламиин. Усач-долгоносиковый глащатый это среднего размера жук длиной до 20 миллиметров. Тело уплощенное, покрыто мелкими серыми волосками, темное. На сером фоне передней спинки с каждой стороны выделяется два бархатно-черных волосяных пятна, окременных охристо-желтыми полосками волосков. Такие же пятна имеются на надкрыльях. Голова с достаточно развитыми расходящимися усиковыми бугорками, между ними сильно углубленная или вдавленная. Глаза очень глубоко вырезанные, почти разделенные. Усики двухцветные, более темные вершиной части. Ротовой аппарат направлен вниз. Насекомые встречаются на ветроповалах и вырубках, кучах дров, на столах деревьев. Цветов не посещают. Лед и мага длится с апреля по август. Кормовыми растениями личинок являются различные широковестные деревья. Дуб, каштан, лещина, орех, липа, рябина, вяз, слива и другие. Вот этого красавца я поймал на шиповнике. Жук относится к транспалиарктическим видом. Ареал обитания от Атлантического океана до Урала, от Швеции и Карелии на севере до Северной Африки и Малайзии на юге. Как уже говорилось выше, развивается в лесных деревьях, преимущественно в дубе. Усачи-долгоносиковые глащиты имеют двухлетнюю генерацию. Первый раз зимуют личинки, второй – молодые жуки с недоразвитыми половыми железами. Молодые жуки выходят из куколок с середины июля до середины августа. Зимуют, а размножение происходит с мая до июня следующего года. Спаривание жуков наблюдается в конце мая-начале июня. Самки откладывают яйца в маленькие, выгрязанные ими насечки в коре. Плодовитость колеблется от 7 до 40 яиц. Средняя составляет 23 яйца. Личинки сходны с личинкой мраморного соча, но на переднем крае передней спинки щетинок нет, а на лбу лишь два неясных углубления. Длина личинки от 28 до 30 мм. Передняя часть лба личинки с продольными бороздами. Усаки маленькие, тро-членниковые. Мандибулы длинные, с плавно вырезанным режущим краем. Стадия куколки у данного вида длится от 15 до 20 суток, в зависимости от температуры и условий пребывания. Для развития куколки необходимо положительной температуры 25-30 градусов. Теперь интересные факты об этом жуке. Только отдельные виды усачей способны селиться и заканчивать размножение на участках дерева, пораженных опятами. Сач долгоносиковые глащиты – один из них. Личинка развивается в сухих ветках толщиной более 8 см, которые находятся на земле или еще на дереве. Однако из Испании сообщается, что жук вышел из сухой ветви лавровищни португальской толщиной в 3 см. В глаще этого усача есть интересная способность. Если его потревожить, он издает скрипящие звуки. Физиологический вред заметен только иногда в садах и парках. Заселяют чаще ослабленные, отмирающие или отмершие деревья. Но встречается и на внешне здоровых. Нередко заселяют свежеспиленные, срубленные стволы и толстые ветви. В Европе род месоса, к которому относится этот усач, представлен тремя видами, из которых в Центральной Европе, помимо усача долгоносикового глащитого, представлен также усач долгоносиковидный серый, месоса небулоса на латыни. Взрослые усыбы обычно активны вечером и ночью. Днем отдыхают в трещинах коры. Ну что, на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Подписываемся, комментируем. До новых встреч!